Лариса, подскажите, пожалуйста, как образовать феминитив от слова пидорас? Пидорас! Пидорасина! Пидорасина! Слушайте, кто не знал, у меня есть высшее образование, у меня есть кандидатская степень, у меня есть публикации в научных журналах, у меня есть выступления на научных конференциях, и у меня есть татуировки. Объясните мне, пожалуйста, товарищи подписчики, почему, когда вы пытаетесь понять уровень моего интеллектуального развития, вы опираетесь именно и исключительно на наличие татуировок? Вы поймите, что татуировка не означает отсутствие интеллекта. Хотя и наличие интеллекта татуха тоже не гарантирует. А жаль, серьезно, запретите бить татуировки людям, не достигшим ничего в этой жизни. Чтобы, блин, вот закончил человек школу, имеет право набить татуху, закончил вуз, вторая татуха. Чтобы визуально было понятно, кто перед тобой. Вот раздевается мужик, а у него купола во всю спину. И ты такая, м-м-м, профессор наук, уважаемый человек, наверное. Вот и все, вот и все. Привет, человечек, это фитнес-сервис? Фит-сервис, авто-сервис. Я так и сказала. Что вы можете предложить для моей ласточки, которая на колесиках в Каши? Что у вас есть такого? Можем, например, ей масло поменять. Это машина, это не бутерброд, ты понимаешь, да, на секунду, что она ездит на бензине, а не на масле, да? У нас просто акция. Меняешь масло, меняешь бесплатную резину. На чё? На чё? Резину, на чё? На резину. Резину меняешь на резину, да? Я о колесах. Я поняла уже, наркоманы, наркоманские сидят на колесах все. Девушка, так вам менять масло или нет? В смысле? Я бегом, я на диете, не говори масло вообще при мне, не говори вот этих словечечек. Спасибо за грязь и масло. Счастливого пути. Вот как у нее можете сделать? Как у нее можешь сделать? Тоже меняем масло и резину бесплатно. Ногти как, у нее ногти как, вы ничего не понимаете. Свойство муки в том, что она убирает абсолютно жирный блеск с волос и делает волосы более чистейшими. Вот так вмассируем волосы муку. Мука на себя забирает жир. Тихо. Ляхи тоже обработаем, чтобы забрало жир. В любой компании есть такой друг, который общается исключительно присказками. У нас был такой обыжист. Он в пятом классе нам говорил фразы типа «Спасибо, в карман не положишь». И вот в зависимости от его настроения у него фраза эта менялась. И мы, ученики пятого А класса, слышали такие фразы, как «Спасибо, в кровать не положишь». «Спасибо, машину не заправишь». И самый трэш, конечно, «Спасибо, жопу не согреешь». А сейчас захожу на Алиэкспресс и там за любой заказ Алиэкспресс дарит 700 рублей. То есть получается «Спасибо, в карман положишь». Вот, разыгрывается годовой запас бензина. То есть получается «Спасибо, еще и машину заправишь». Разыгрывается автомобиль. То есть получается «Спасибо, жопу согреешь». И круглосветное путешествие. То есть получается не только жопу, полностью согреться можно. единственное чем был прав и божество спасибо в кровать не положишь конечно же подушка пончик это чувство а купить алиэкспресса божество 40 в пользу алиэкспресс не многие знают но белый цвет визуальненько очень сильно увеличивает объемы верхушки вот так белый цвет он увеличивает визуально наверное вот так проще увеличить чуть-чуть туда подсовываем побольше чтобы ну вот она приподняла немножечко побольше стало мне кажется себе нас и белым по посыпь его он побольше короче если тебе понравилось подписывайся на мой канал и следующий раз я расскажу тебе новый лайфхак как при помощи ёршика для унитаза а сделать комбайн и карьеру в государственной думе короче 15 марта да я пошла в лес вот за этими за подснежниками выхожу на поляну блять там 12 типа месяцев стоят в натуре и март месяц самый офигевший я отвечаю он говорит типа месяц февраль брательник братуха пратишь выйди за меня завтра по-братски а то я что-то за ним мог и месяц февраль в натуре говорит без проблем месяц март без проблем завтра выйду я за тебя послезавтра июнь выйдет за тебя а а после послезавтра с августа мы сентябрём все выйдем в один день сейчас короче я отметили лайк всех корзиной вот этой вот да и все поэтому я в душе не знаю кто там завтра из них выйдет походу понедельник в челябинске они решили к слушайте честно я не очень фэшн человек я не понимаю вот эти вот дорогие шоурумы я недавно была в шоуруме я захожу и там платье вот одно платье стоит столько сколько вся челябинская область целиком что глупо не выглядеть купю капроновые колготки они же не могут стоить дорого спрашивая сколько колготки вот эти стоят мне говорят 40 тысяч 40 тысяч за капроновые колготки шо с ними то они волшебные какие-то они там мне девственность вернут или что эти колготочки очень редко рвутся я думаю конечно конечно потому что если я куплю я поставлю их вон туда на пол и буду молиться на них я их надевать не буду я может быть не очень тешим человек но я очень адекватный поэтому я купила себе колготки за 200 рублей 200 рублей просто я могу просто ползком возвращаться каждый день потому что на утро я могу надеть новые колготки и еще одно утро и этой новой колготки и так 200 дней подряд. Колготки за 200 рублей. Могу с ними делать и вообще все, что захочу. Вот и все, вот и все. Короче, 15 марта, да, я пошла в лес вот за этими же подснежниками. Выхожу на поляну, блядь, там 12 типа месяцев стоят в натуре. И март месяц самый офигевший, я отвечаю. Он говорит типа, э, месяц февраль, брательник, братуха, пратишь, выйди за меня завтра по-братски, он говорит, а то я что-то за ним мог. И месяц февраль в натуре говорит, без проблем, месяц март без проблем, завтра выйду я за тебя, а послезавтра июнь выйдет за тебя. А послезавтра с августом и сентябрем все выйдем в один день. Короче, я отметелила их всех корзиной, вот этой вот, да и все. Поэтому я в душе не знаю, кто там завтра из них выйдет. Походу, понедельник. В Челябинске они решили. Меня веселят взрослые женщины, которые говорят, Наташ, почему мужчины все лгут? Вот бы мужчины все говорили только правду. И я вот думаю, хоть бы вот нет, вот бы хоть бы нет, пожалуйста, только не мне. Снимите, если бы мужики говорили только правду, у нас у каждой бы уже состоялся такой диалог. Дорогой, я не потолстела. Вообще-то потолстела. Ну, тебе же нравятся такие пухленькие, как я. Вообще-то нет, мне нравятся стройные и молодые. Но ты же со мной, потому что ты меня любишь. Ну, вообще-то потому что я ленивый. И ту, которую я люблю, она мне не дает, а ты даешь. Бабы, давайте честно, мы не хотим слышать правду. И вы, мужики, тоже не хотите слышать правду. Когда после секса спрашиваете у своей женщины, ну, типа, ну, как оно было? Мало кто из вас хочет слышать прям правду. Что, типа, ну, было так себе средне, на троечку. Если бы я вместо тебя не представляла Алексея Воробьева, я бы и не кончила, блин. Мало кто хочет это слышать, кроме Алексея Воробьева. Вот и все, вот и все. Слушайте, уважаемые подписчики, вы понимаете же, что я не психолог и не психиатр. Но почему-то мне продолжают писать такие люди, которым реально нужны и психолог, и психиатр. Мне пишет какой-то мужик, типа, Наталья, я адекватный человек. И я вот заметила, кстати, если письмо начинается с фразы «я адекватный человек», значит, дальше я очень сильно засомневаюсь в этой фразе. Вот, он пишет, я адекватный человек, я так считаю, если жена изменяет, это ее вина полностью, это она виновата, она шлюха. А если изменяет муж, это его жена виновата, что она его до такого довела. Я сначала хотела возмущаться, типа, дебила ты кусок, а потом думаю, так ты прав, во всем всегда виноваты женщины. Потому что тебя же тоже родила какая-то женщина, не могла вовремя аборт сделать. Поэтому ты молодец, не связывайся с женщинами, не дай бог еще кого-то от тебя родишь. Нафиг, вот и все, вот и все. На самом деле здесь нет какой-то личной темы, то есть никаких проблем, все на своих местах. И даже если мне не нравятся какие-то форматы, в которых, например, ты работаешь, ты, 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 не важно. Я уважаю вас за то, что вы держите планку, в любом случае это круто. Но из всех, то есть здесь, ну, Жарахов топ, потому что этот чувак делает творчество, а все остальное, типа... Можно поменяться? Соу, соу. Поменяться нельзя. Ну сейчас, мы еще не начали работать. Ампансфера, конечно, была наколена. Я понимаю, начнете работать так, значит, будет интересно. Придется, придется. Не, мне нравится та тема, то, что ты не относишься к блогерам. Я тоже стараюсь это делать, потому что 90% того, что здесь происходит... Такой, знаешь, Наташ, в твоей оказался достаточно надменный парень, он сразу же начал расставлять нас по рейтингу и по местам, и при этом он не относит себя к блогерам. Окей, но я соблюдаю субординацию, в смысле, я же там никого... Итак, чтобы приготовить ботильоны, мы берем обычный мужицкий носок. Носок, он теоретически и географически, он как бы состоит из двух частей. Как бы носок. Носок состоит из носка. Вот такая фантазия была у человека, который создал эти чудодейственные носки. Классно, если у вас дома есть ноги, если у вас есть ноги, то у вас, скорее всего, получится мой лайфхак. Берем этот антикреативный носок и отрезаем вот здесь на пяточной доле, отрезаем как бы дырку. Вот, прорезаем как бы дырку, ну, по возможности, чтобы она была небольшая, такая, как в бюджете у нас в Челябинске. И надеваем на туфли. Смотрите, девчули, и у вас new, абсолютно new ботильоны. Если ваш муж спросит, откуда у тебя... Слушайте, я конфетоболик, и мне не нравятся люди, которые сами не едят сладкое и другим запрещают. У меня просто подруга есть такая. Она постоянно на правильном питании. Сладкая? А-а-а. Полусладкая жрет, как не в себя, но это как бы правильное питание такое. И она постоянно говорит, что типа, Наташ, твои конфеты сокращают тебе жизнь. И вот честно, ни разу не было такого, что я день не поела конфеты, да, и у меня с утра линия жизни вот так в подмых ушла. Ну, длинилась, блин, сильно. Не было такого. И вот она мне говорит, отучаемся от конфет так. День не поела конфет, пошла в магазин, побаловала себя чем-то. Красивым платьем или красивой сумкой. И вот я вчера не поела конфет, пошла в магазин и купила себе две красивых сумки. Смотрите, какие. Это просто сумки. А внутри то, что надо. Это женские штуки. Слушайте, моя книга «Бывшие» признана самой полезной книгой года. 70 тысяч экземпляров проданы на данный момент. И самый прикол, что один мой бывший, который говорил, ну, я не могу платить алименты, по итогу заплатил алименты вот таким способом. Девочки мои, чтобы добиться нежности, стирайте вашего парня лаской со вкусом нежности и промежности. Да. Да. Два года назад меня подруга пригласила на свою свадьбу, а я не успела схудануть. И я надела вот корректирующие колготки, прям полчаса их надевала, еле влезла. Тройнее меня была на свадьбе только 10-летняя дочь невесты от первого брака. Ко мне даже мужик стал приставать, что типа «Наташ, во имя счастливого брака свидетели должны переспать друг с другом». Я думаю, блин, зачем ты мне это рассказываешь? Ты не свидетель, я не свидетельница. Ну, переспать на свадьбе – это святое. И мы пошли. Срывает с себя рубаху, я снимаю колготки. Он срывает с себя джинсы, я снимаю колготки. Он срывает с себя труселя, я снимаю колготки. И он еще минут, наверное, 10 смотрел, как я пытаюсь снять с себя колготки. И спрашивает, слушайте, а зачем вы, женщины, утягиваете себя ляхи? Видно же, что они жирные. Так вот, девочки, утягивающие колготки – это не просто колготки. Это средство предохранения от дебилов. Вот и все, вот и все. Объясните мне, что такое натуральная красота, за которую вы все сейчас ратуете? Мне просто подписчица сейчас написала, типа, «Наталья со своими стрелками толстенными, вы выглядите как шлюха, сейчас в моде. No make up all natural». Я думаю, сейчас я зайду к тебе в инсту, посмотрю, что у тебя там. No make up. И захожу к ней в инсту, и самое обидное, у нее реально фотки без мейкапа. Она не красит лицо, но она красивая. А потом присмотрелась, у нее брови – это татуаж, межресничка – татуаж, губы – татуаж, и даже ровный цвет кожи – это татуаж тонального крема. То есть, по сути дела, она сделала татуировку нормального лица на своем еблитосе. Но я желаю тебе только добра. И шубу из бобра, и мужика красивого, и чтобы ты родила дочь от этого мужика красивого, которая была бы вся в тебя. И когда твой красивый мужик спросит, «А почему у нас дочь такая стрёмная? В кого она?» Вот своему мужику и объяснишь теорию про all natural. А я крашу стрелки для того, чтобы указать направление, куда идти тебе в жопу. Вон туда. Вот и все, вот и все. Слушайте, вы все знаете, что у меня дома живет огромный суровый челябинский пес Серик. И единственное не суровое, то что он ходит в туалет дома на пеленочку, как маленькая собачуречка. Я пыталась научить его ходить на улицу. Я брала пеленку, клала ее под дерево, типа, смотри, Серик. Серик, смотри, а? Понял? Нет? Понял? Он на меня так посмотрел в этот момент. Типа, хозяйка, что с тобой не так? Ты что меня позоришь? Что-то я не видел, хозяйка, чтобы ты ссала под березу. Там просто, ну, был случай, но я не рассказывала об этом случае Серику. Ой, пес хочет быть похожим на меня. Мне кажется, он скоро свой сучий бьюти-блог какой-нибудь записит. Я эти пеленки покупаю на Пандао и вчера захожу заказывать, а там скидки на технику до 50%. Там Сиоми за 4 тысячи можно купить. Короче, ссылку на Пандао я оставляю под видео, и нам всем нужно запастись пеленками, потому что там обоссаться. Какие скидки. Вот и все, вот и все. Моим сыновьям по 12 лет, но иногда, честное слово, они ведут себя как маленькие дети. Тимур, у нас этих киндер-игрушек и так по всей квартире. Ты взрослый человек. Это ты как сделал? Это не я сделал, это сделал ядодил. Ядодил среди своих пользователей разобрет кучу призов. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно покупать продукцию грантов «Простоквашина» или «Киндер». Я ядодил, ядожу, и буду ядодить. Я ядодил, ядожу. А где, а где призы? Тима, где призы? Мам, надо просто сканировать чеки в приложении ядодил. Я, кстати, так и подумала. А где мои чеки? Все. Это точно хайп-хэмп. Самый стильный чайчик на этом браке. Это что за говно? А зачем это все? Мне кажется, это будет очень отвлекать блогеров от творчества. Давайте их на улицу выселим, а мы с Соболевым будем здесь жить. Хуже, чем было, уже не будет. Ты, блин, закрытый весь сам в себе. Ты самостоятельный. То есть есть такие люди, они закапсулированы. Все, тебя не поддеть. И любовь с первого взгляда, и ненависть. Любая эмоция яркая. Это надо брать. Это лучшее литоблюдство. Интересно, но очень сложно. Мы что-нибудь придумаем. Первые 100 тысяч набрать, как нифиг нафиг.